Добрый день дорогие друзья! Я вас приветствую! Прекрасный, великолепный, черноволосый Леонид Покинул наш зал, слава богу! Поэтому с вами снова я Не такой великолепный просто Григорий У нас сейчас игра 0-3-0-4 Дивизион А, ну я сказал, 0-3-0-4 Играют Циска Яковлева и Юкон Хаскин Знаете, противостояние было бы очень интересно Если бы была такая игра по 12 номерам И по фамилии Иван Киселев А так, видя состав Хаскина эту игру Дорогие друзья, мне немножечко жалко Циска сегодня Я вижу нового игрока у них по седьмым номерам Мы с ним еще сегодня обязательно познакомимся Посмотрим, какой у него уровень игры Что умеет, что не умеет Вот, это Джилас Иван Тем временем, пока я вас приветствовал Юкон уже успели отличиться И 4 очка в игроке это имеют Сейчас Колесов Лата дает хорошую передачу У него своего партнера Тот дальний двухочковый бросок Он довольно сложный по исполнению Навряд ли он мог рассчитывать на успех Хотя мы не знаем, может у него неплохой Дальний двухочковый бросок Это тоже мы сегодня посмотрим В принципе у Юкона Я так пробежался по составу глазами И вижу всех лидеров У нас даже приехал Жуманов Тимур По 24 номерам, который играет за САГ В дивизионе ЛАВ Большой импакт в копилочку В копилочку Хаски это вносит В прошлой игре между этими коллективами Одержал победу ЦСКА Но опять же повторюсь Тогда был Киселев И была личная дуэль Буров-Киселев И тогда Ваня очень хорошо отыграл в той игре Я уже не раз эту игру с тренингал Потому что на мой взгляд Это очень знаковое противостояние Вообще в дивизионе 0-3-0-4 То есть встречаются два лучших Ну не центровых, мощных форварда Мощных, тяжелых Вот так я бы их в такой категории определил Давайте посмотрим, что сегодня покажет ЦСКА Яковлева Без своего лидера Пока 4-4 Но прошло только две минуты Влад Колесов там вылавливает резинку Сейчас ему волосы уже не должны мешать Он как раз сейчас блокшотит седьмого номера ЦСКА И тот выбрасывает очень странный бросок Я вот слышу подсказку тренера, чтобы Иван играл поближе к Бурову Вот, но все равно остановить Егора будет сегодня очень тяжело Потому что нужен хороший, большой и при этом подвижный форвард Я не могу определить Ивана к этому виду игроков Потому что он больше такой классический центр Но давайте посмотрим, что будет по итогу Тем временем в счет 7-4 ведут ЮКО Хорошая передача на... Я вот уже сколько раз комментирую И постоянно боюсь ошибиться в фамилии пятого номера ЦСКА Это Глизнуться Дмитрий Я не знаю, как склонять эту фамилию Можно без дела говорить Глизница Просто мне кажется, нет Поэтому если Дима не против Я буду так и называть его Димой ЦСКА Там вроде таких немного Вот, опять же прошу прощения Кстати, на эту игру я вижу, что остался Володька По 36 номерам До этого он играл за ЦСКА Яковлева тоже Вот Они в прошлую игру уступили Джамболу Которая была вот только что до этого Я на этой игре работал на статистике Если кому-то интересно В принципе, игра получилась там очень интересная Были у Джамбола лидеры Буревич, Леонид и Арсений И игра получилась очень крутой упорной Сейчас заигрывает Дмитрий Никишаева Но тот разобраться не смог И это все привело к потере Кольцев Влад в роли разыгрывающего Разыгрывающего Кстати, у нас Тимур на паркете не появлялся Я, насколько вижу, нет тут Панова Шахина в составе ЮКОНа Да, его нет в заявке И Жуманов пока что находится на скамейке Не выходил на паркет Но я думаю, что Жуманов должен быть, конечно, большим импактом в КБЛ Дмитрий просто на подборе играет На Немцова скидочку сделал Но тот, к сожалению, для ЦСКА Немножко запутался в своих ногах И совершил ошибку, потерю, а точнее пробежку Вот и Жуманов на паркете появляется В своих модных харденах Волл один И это, к сожалению, не так хорошо разбирает в красотках Вот, но Такие бы я себе Такие бы я хотел приобрести Тем временем Тимур Лёгкие два очка забить не смог Но работает Буров На подборе Забрал себе подборчик этот И отправился на линию пробивать два штрафных Реализует Егор первый штрафной бросок Выводит он свою команду в двузначное преимущество 8-4 счет Второй, к сожалению, промахивается Но на подборе партнеры доработали Жуманов 3 Интересно посмотреть, как же сыграет ЦСКА с таким набором исполнителей, потому что, в принципе, есть интересные персонажи, которые тащат в других годах, к примеру, как Володька или Мамедов. Но пока что ни того, ни того на площадке мы увидеть не можем. Они находятся на станете запасных. Сложный двухочковый бросок на себя взял. Напомнил мне этот бросочек Бахтияра или Баху из Джорджия Бульдогс. Почему я путаю дьюк и дьюклу? Да, да. Из дьюкла, точно. Тем временем Баласов на линии штрафа свои очки набирает. Хорошо, хорошо все сделал. Первый номер. Забил два из двух. Жуманов один в один разыгрывать будет. Хорошо. Со снэкбэка три. Нет. К сожалению, не попадает. Но хорошо сейчас раскачал. Дмитрий залазит под четвертого номера дьюкона. Прошу прощения перед Тимуром Бакерхановым. Надеюсь, тоже сейчас ударение правильно поставил. Потому что вижу его в первый раз. Тоже будем с ним сейчас знакомиться. В защите сейчас в первом эпизоде проявил довольно хорошо. Тем временем палят на Тимуре. А в роли разыгрывающего нас сейчас. Тридцатый номер Ибрагимов Рамзан. И теряет он мяч. Жуманов в локшот хотел ответить. Но не получилось. Убрал из-под себя мяч. И крутого халайчика мы не увидели. Тем временем очень неточный бросок от Двизицы. Со средней дистанции. И с подбора тоже добавить СССР не смогли. Ибрагимов. Ой, как хотел закрутить. Я вот сейчас теченько тренируюсь с Артемом Юрьевичем. Ситко. И там есть такой игрок. Который, кстати, играл тоже в прошлой игре. Илья. Фамилия. Фамилию не помню. Блин, очень жаль, что я иногда забываю фамилии. Самый нужный момент. Вот. Но этот парень, который еще играет в Семирядевской. И он тоже неплохо обыгрывает. Чувствует ритм игры. Чувствует, когда нужно обыграть. Но когда входит в краску. Все, что ему остается, это там чуть-чуть доработать скис и забить в два. Но вместо этого он пытается как-то что-то выкрутить. И он очень часто мажет. То есть он первую свою часть работы обыгрыша делает отлично. А вот в завершении не так хорошо. И вот прошлый бросок, которому я вел, тоже что-то похожее было. Но тут игроку надо было укрывать мяч. Тем временем... Нет, Мума, Мума, Мума. Тем временем Буров эндбан реализовать не смог. Жуманов, подбор. И убирает у себя 23 номера. Как бы полнупадения не дали. Хорошо, как танк прошел сейчас Тимур. Но нет, реализовать не смог. Тяжелый проход достаточно был. Но я думаю, такие забивать он имеет. И как лидер команды, в принципе, должен на себя игру убрать. Тем временем 30 номер Рамзан в пол получает. Да, и подсказывает скамейка Юкона. Своим игрокам мне и нашему столику, что остается уже 10 секунд. И Даниила реализует свои штрафные броски. Буров сам на себя хотел найти фол. Ой, подзавелся у нас Эндрю. Выпрашивал Гуров Егор Фол. Не знаю, я скажу, что без комментариев. Су два судиста, я слишком рядом со мной. Смотрят прямо на меня. И мне нет. Было, да? Было? Нет. Было, да? Нет, я не видел. Я не видел. Я не видел. Я не судья. Я ставлю это на суд наших арбитров. Не суди, да не суди мой. Но это очень хорошая бригада арбитров. А почему я им полночу доверяю? А кому не отошли? Да нет, вы правда хорошо. Да, фон, а вышел. Ну это все зависит, как нахуй. А, ты этого понял? Я просто не тоже раньше игры смотрел. Но они сейчас не показывают в таком объеме. А я им власть вообще не показываю. Да, они показывают, показывают. Сейчас? Нет. Вот именно сейчас. Тогда вот, давай, старайся. Сань, давай, это, начинай. Ну все, перерывы закончим. Вот, правильно. Ну, начинай, что-то было. Да, 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 да. Так, Сань, время. Возвращаемся мы... Возвращаемся мы... Блин, хотел сказать в кампус. Нет, никаких кампусов, мы пока что в Соколе. Тем временем Амеда в два очка с лоутером не попадает. Кстати, атаку нашел здесь как хорошую. Молодец, Руслан. Больше бы таких подготовленных атак от него видеть. Тем временем с двухочковой дистанции через руку поливает 7-3 номер. Не попадает, но Буров на подборе работает. И Энван забивает. В этот раз он к Эндрю. Не ампинирует, а просто на линию идет. А вот Андрей абсолютно правильный фол выписал. Буров три очка в одной атаке приносит для Хаски. И опять у нас преимущество Юкона в два раза выросло. Продавливает хорошо. Хорошо все было от 17-го номера. Я на самом деле люблю давать игрокам фост. Не знаю, будет ли для кого-то открытие или секретам. Играю в Северной Каролине. В моей команде тоже есть Киселев. И вот я очень часто стараюсь заигрывать его туда, внутрь, сразу. Потому что он там великолепно разбирается, хорошо занимает позицию. И сейчас 17-й номер, или это седьмой номер? Нет, скорее всего был седьмой номер. Иван очень хорошо обыгрывал, но не сумел забить. Может быть технике ему не хватило. Я на самом деле тоже люблю обыгрывать фосту. Нет, я еще люблю вот так обыгрывать, но с склонением. И забиваешь. Что для тебя? А? Гуров один в один скрывает. Баннычку вскрыл, но мяч потерял. Нажаем это так. Дмитрий. Расстается с мячом, обыгрывать не стал. И просят... А, вот, опять заигрывают его. Но не обыгрывать же ему тут. Блин, мне кажется, так испугался сейчас Ваня. Он был такой замешательный. Почему так высоко получил мяч? И что ему с ним делать? Поэтому... Оу... И да... В общем, приводят разговоры от Гурова к техническому фолу. Хотя я могу понять Егора. Я тоже любитель поговорить с арбитрами. И... У меня тоже там технических шесть, наверное, за весь сезон есть. При слове, что я игр 18 сыграл. Ну ладно. Мы называем таких... Вернее, как судьи называют таких... Эмоционально нестабилен парень. Ладно, еще молодой. Дальше больше. Главное, чтоб не этот... Как звали вот этого, который тренер-трус хорошо катает? Или тренер-трус? Его отстранили. Он... На дэ у него... Дурал, да... У него вообще такая повязка часто... У него... Его отстрани... Вот. Его тоже отстранились за то, что он там все делается и обожарит. Это почему такая резка была? Какая-то сумасшедшая реакция от мужчин в белых футболках. Радуются они... Дву... Двум очкам... Руслана Мамедова... Мамедова... Извини, Рус. Он еще и подбор заберу. Их хорошо! Дима, забись! Вау! Дмитрий! Что ты творишь? Так, спокойно, спокойно. Главное сейчас вот... Главное сейчас вот на таком драйве эмоциях. Не потерять голову и рассудок. Хотя там тренер есть. Да, они... Это вам... Не детская Каролина. Где у тебя голова на пределе. И ты учишься как сумасшедший. Тем временем Гуров опять на линию пошел. И Кольца Влад зря так рано выдержал. Потому что, возможно, если бы забил сейчас Егор, не защитали бы попадания. Егор реализует вторую попыточку. И 17 на 14 счет. Почти половина второй четверти пройдена. Опа! Хорошо Влад на перехвате играл. Не дал заиграть 17-го номера. Никишаева Матвея. И тот... Мамедов мажет вратейшей ситуации. Мне кажется, как-то волнуется Руслан. Нужно ему поменьше этого делать. Тяжелую три. 44-й номер выбрасывал. При всем уважении к Алексею. Мне кажется, ну, не такой у него уровень. Броска, чтобы такие тяжелые броски выбрасывать. Но... Самолитий субъективный взгляд. Шуманов. Хорошо. Сейчас, в принципе, сделал ваш пятый номер. Для себя открытый бросок нашел. По релизу вроде все хорошо было. Крутит-крутит мяч Хаски. Ну... До конца бы сыграть. Там Колесов Лат мог бы вскрывать. Снизка под правую руку. Но не довел до него мяч партнер. Под десятым номером. Эрлан Абдекадыров это был. И сейчас как раз-таки ряд замен мы увидели. Неужели пятерками меняется? А вот интересно. Там есть мужчина. Брюнет. Это вот их тренер? Или это просто... Или это Шахин? А, это Шахин. Нет, это не тренер. Все, я понял, кто это. О, май гад! Это что-то трехочковый сейчас был. Ну, кстати... Тоже новый персонаж для меня. Никишаев Матвей. Может быть, он не новый. Но, по крайней мере... Не помню я его по прошлым играм ЦСКА Яковлева. Оу! Мне кажется, Жуманов что-то против Эндрю явно имеет. Целился, мне кажется, прямо в голову ему. Начать выискиваю его. Но, благо, для Андрея все. Закончилось благополучно. Данила Балашов. Поиграют они сейчас с хэнд-офф. Хорошо. Заигрывает 17-го номера. Но, Буров оказывает. It's not my house. И ковс ту ковс. Возможно, некоторым зрителям могло показаться, что я комментирую не русский баскетбол, а американский. Все на американских терминах у меня сейчас было. Да. Так, немножечко понтов. Тем временем... Егор в полном падении получил! Дмитрий Глебицу! Блин, если бы он еще его это задел, я бы с ума сошел. Ну, такое забивать... Вау! Идет-идет игра у ЦСКА. А хаски играют явно не на своем максимуме. 17-17 счет на данный момент. И тайм-аут хаски берут. На самом деле, наверное, это правильно, потому что счет спокойно может быть 30-17 условный. Слишком много вольности дают от ЦСКА. Вот. Давайте немножечко отдохнем. И посмотрим, что произойдет после тайм-аута 3.55 еще в этой четверти. Субтитры сделал DimaTorzok Аааа... Не, ну я смотрю, он черненький. Да мне если первая в голову придет, то я ей говорю. Ну, может, я просто беру этот. Отделяю. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я знаю, что они что-нибудь другим делает. К несчастью для Дмитрия, но к счастью для меня, так как я камеру не успел повернуть, когда первый штрафной бросал Дима. Не забивает он, сложный трехочковый, с остальными яйцами четвертый номер, не боится бросать такие бросочки. Это у нас Данила Балашов, свою трешечку пробовал, я ни у кого не щупал, Георгий. Тем временем потеря происходит у Йокона. Хорошо, свободная атака, но куда мяч-то летит, не туда направлять его надо, в кольцо, а там куда-то в облака. А вот это у нас симпатичный блондинский он был, скидывает он на Жуманова, и Жуманов, стильный брюнет, что надевает трехочковый, Балашов три, вроде в нападении мимо, Жуманов. Ставка. Не, сейчас коус-ту-коус, я ставлю на это, ставка не зашла. Ну, коус-ту-коус было, этого не до конца реализовать не смог, только не в камеру, пожалуйста. На линию. Первый штрафной Дмитрий реализует, и опять, опять отставание отыгрывает, по чуть-чуть, полегонечку, потихонечку, идут к минимальной разнице с ССК. Да, 23.19, все правильно. Все правильно. Тимур. Бээээм. Опровергает мои слова, не хочет, чтобы подбирались от ССК, он хочет своей трехочковой забивать. Я обязательно во второй половине этой игры пройдусь по лучшим скорорам, ну и на красивые цифры. Вам озвучу, Дмитрий! Углизнуться, скажу так. Трех забивает, Холесов Лад отвечает своей трехой. И на уверенный, уверенный себя молодой человек, Дмитрий. Треху бросать не стал. Обкрадывает его Жуманов, разгоняет. Поскольку бы выдать, но улук хотел, не получилось. С СССР прочитали. Это все дело. Хороший добросик на Влада. Влад, давай два туда! Нет, нет, мимо. На подборе с ним номер работает. Жуманов три из угла. Мимо. Ну никак, никак не может себе СССР щит забрать. Там Буров царствует. И очки набирает. 31-22 счет на данную секунду. Блин, что-то я смотрю, какой-то сильный состав у Хаски. Возможно, придется приезжать помогать лично мне, Ивану Чиселеву. А то, как-то я так посмотрел, что у Юкона такой составчик. Собирается базер-битер под вторую четверть. Мог бы быть, но нет. Мажут его. И тем самым заканчивается первая половина. 31-22. В принципе, довольно интересная игра. Смотребельная. Куча прикольных моментов. Красивых мальчиков. Давайте после перерыва вернемся. Нужно заменять четверть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. а а а а а а а Райфа. На половине пельмени остается Андрей, а мы остановились на половине нашей игры. И переходим в заключительную ее часть. Самое главное, чтобы Андрей не подойдет. Да, да, самое главное, чтобы он весов не проглотил, все хорошо с ним было. Минуточка юмора окончена. Мы возвращаемся на паркет. Хорошее движение мяча сейчас от Юкона. Куда это мячик? Ну да, конечно. Георгий все видит. Нет, можно еще минуточку юмора? Сегодня, да, две минутки юмора. Вот, сегодня сидели мы с Георгием в перерыве игр. И он рассказывал, что у него плохо с математикой. Я говорю, ну зато у тебя хорошее зрение, хорошее. Вот, доказывает это Георгий. И на деле видит абсолютно все очень спорные, не спорные, явные и неявные, очевидные и нечевидные моменты. Тем временем, не кишаем с Матвейной. На линии 31, 20, 23. Да, абсолютно правильно, Александр. Второй мажет игрок Киска Яковлева. Володька хорошо поднимает, забить не смог. Не хочется сейчас обвинять Мамедову в том, что не догорал эпизод, потому что мяч остается у ЦСКА. Поэтому мы делать не будем. Очень небрежные, некуратные передачи 18-го номера. И тот палит. Опа, убирает на одном из замахи. Скидывает через третьего номера, но тот мяч теряет. И переходит в владение к ЦСКА. 31, 23. В этой четверти ведет Юпон, сумев отличиться с линии. Один раз. Я думаю, сейчас в хендов играть будут. Сложный трехочковый. Да, да, кстати, так мяч просто отказал в доступе. Отправил во френд-зону 17-го номера ЦСКА. Ух, и прямо из рук вываливается мяч у глядницы. Блин, мне кажется, нельзя так называть. Просто Дима сейчас перехватывает мяч из-за разворота. Успел отдать пас. И Мамедов. Два очка. Видно, что Астамейка апеллирует к рэпам. Пол фиксирует на Мамедове. Обещал я, что пройдусь по... Да, Мамедов. Абсолютно верно. Спасибо. Мамедов заработал фул. Точнее, наказан им. Колесов. Как я уже говорил. Нет, это не он в стальных яйцах. Но видно, у него тоже там все в порядке. Может быть, там уже Метановые. Нет, это даже не юмор. Это факты. Дмитрий с разворота два очка зарабатывает. Буров обыгрывать всю команду. ЦСКА не стал. Скинул на партнера. А тот отдает прямо в руки Дмитрию. И ЦСКА им обедов. Три очень неточно. Балашов подбирает. Один в один будет обыгрывать десятку. Нет, скинул в угол на 17 номер. А тот из угла три мимо. Ну да, я бы под Бурова тоже не полез. Хотя нет, кому не вру. Я бы полез. Еще как полез. Колесов. Три. Метановые яйца. Нет. Так. Снижаем ряд железа. И. Ряд замен ЦСКА провели. Выпустили они. Ну да, далеко не самый стартный состав. Теперь ряд замен происходит у ЮКОНа. Жуманов, Рамзан. Исмаил, Фархадов. Так. По четвертым номерам этот молодой человек играет. Бакирханов, Тимурных по аркете появились. И Тимурка, три, забивает. Байлайчики в инстаграм. Я это так называю. Сегодня тоже выложу, наверное. Хотя. Хотя надо еще подумать. Так. Тем временем Амедов. Один в один. Скидочка. Хорошо. Ну. Почему подбор они? Ну что за атаки? Пожалуйста, ЦСКА не решайте нас интриги. Ну. Хорошо же общались. Мы с вами в первой половине. Что начинается? Да. Вначале второй половины вообще. Это было самое лучшее общение. Затемную комментаторскую карьеру. Столь непродолжительную. 17 номер, забивая первый оштрафной. Я уже какой раз хочу вам по статистике пройтись. Но все. Не могу. Отвлекаюсь на что-то. Я думаю, сейчас самое время это сделать. Составец ЦСКА Балашов Данил имеет 4 очка. Также у него 3 подбора. Одна передача. Один перехват и одна потеря. Довольно неплохо он смотрится в игре. В плане понимания действий. То, что ему делать надо. Глизница Дмитрий 9 очков на счету имеет. 4 блокшота, одна передача, 5 перехватов. О, хорошие цифры. Довольно часто он теряет мячи. Ну, вспоминания по прошлым играм. Но сейчас у него только 2 потери на, опять же, на 5 перехватов. Одну передачу повторюсь я. То есть 2 на 6. Очень неплохой матч проводит Дмитрий. Так, Некишаев Матлея 11 очков имеет. По проценту, конечно, я же говорю, все не очень. 11 плюс 8 плюс 3. Плюс 3 потери у этого молодого человека. Но парень старается плачать значительное падение. Как получается у него. Не будем судить строго. Мамедов Руслан имеет в активе 6 очков. 2 подбора. И в остальных показателях по нулям. 39-31 сейчас. Думанов. Ну да, Фолл и Скалл опять эпилируют к арбитрам. Как-то любят с Архаски с Арафами поразговаривать. Но наши рефери непреклонны. Отказывают они в желании. Ликона. Выписывать. Бросковые фолы. Идти на линию их пробивать. Тем временем у Хаски. 11 очков на счету Бурова. Также у него 14 подборов. Очень яркая статистика. 11 плюс 14. Есть один блокшот и 3 потери. У Жуманова Тимура 9 очков. 6 подборов. Один блокшот. Тоже 3 потери. У Колесова Влады и Бакирханова Тимура по 6 очков. И у Влада еще 5 подборов и 2 передачи. Тоже можно его выделить сегодня. Ну просто на лавском опыте называем. Это я обстрадую. Это он сейчас Мамедова. Благо для Руслана мяч все-таки останется у ЦСА. И меняют сейчас Аруса. Хорошо. Дело играет. Я тоже не делаю. Я тоже не делаю. Руслана играем. Жуманов. Ноу лук. Уээээ. Что за атака? Поймайте-ка, пожалуйста, Александра. Так. Дмитрий. Дмитрий. Тем временем первый штрафной Дмитрий реализовал. Правильный счет, 41-32, скоро он появится на табло. Да, и правила зоны нарушаются. А почему мы не справляемся на табло? А, извини, я не знал. Тимур качает Дмитрия. И Эдвана забивает. Тимур качает. Да, я сейчас скажу им. Да, небольшие неполадки у нас технически. Табло. Тем временем Мужманов на линии. Забивая первый штрафной. Да, и счет. Счет можно смотреть только на сайте. Сейчас он 32-44 в пользу Юкона. Забивает первый штрафной десятый номер. Второй тоже точен. Два из двух. Посмотрим, что получится сейчас. Передачку в краску можно было бы сделать. Нет, она не последовала. Мяч по трехочковой дуге ходит. И три секунды. Да, дали три секунды седьмому номеру. Недовольно тренер таким действительным игроком. Жуманов. Но опять все-то странное пытался выпросить. Но мяч прилетел к Урову. И тот два очка сбивает. Счет 32-48. Закончился у нас... Закончилась третья четверть. 32-48 счет. Но тут уже довольно много где понятно. Все, раз. Он может вытащить, пожалуйста, такой розетки и поставить обратно? И сейчас. Ура. У hört на свет. И сейчас. Не дадите еще7usstоль. И тренер что-дерез..." Santров pada incarnation. Осень. У нас... У нас серeta castle. С Medicом верхнемك. А в итоге твоя минесота выиграла. 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 Потому что в таком движении бросать... Тем временем Никишаев на себя еще один трехочков бросок взял. Но попасть его не смог. У Сафидо же четвертый фол получает седьмой номер у ЦСКА. Их центр Иван Колесов. Красивенький, белобрысенький, забивает мяч. Мы так любим называть... Ну, в принципе, он игрока моей команды, но... Начинал он Мост Хейт и также играл в Виланове Валерий Карцев. Может быть, многие его знают. Мы его любим называть Мистер Джейли. Или Красивенький и Лысенький. А тут Красивенький и белобрысенький. Как-то у нас тема волос сегодня затронута мной. Ну, как затронута. Так скажем, затрагивается очень часто. Тем временем Влас Колесов мажет, мажет очки, которые должен набирать. Мамедов. Балашов Егор не попадает треху. Буров Егор один в один. Как же обкрадывает его сейчас Дмитрий. Глядится. Балашов опять в обыгрыш идет. Под Бурова залезает. И Буров ему горшок отвешивает. Колесов заигрался. И в ногу Володь, который я должен выйти из скамейки, попадает. 20 очков у нас сейчас разница. Да, конечно, рано у нас закончилась интрига. Но спасибо ЦСКА, что достойно держались. Ну, сколько они держались. Ну, да, три четверти почти, да, казалось, что могут, могут. Но сейчас доигрывают команду. Уже кто-то играет на статистику. Мамедов вон треху бросает. Мажет ее. Егор Буров. Колесу колес идет атаковать. Палят на нем, но пол наверху. Это второй командный для ЦСКА, поэтому никаких легких очков Бурову не видать. Колесов три мимо на подборе. Не кишает. Работает. На Руслана Мамедова скидывает. Руслан. Флоутер подбрасывал. Забить неслог, но Волочка по их схеме в КБЛ. О, май гад. Это мог быть анклбрейкер в прямом смысле слова, если бы сейчас порвался. А кто это был? Мамедов, что ли? Или Волочка? У него распугалась там упала игрок с цифрой 6. Ну, Буров очень круто сейчас разобрался. И теряет мяч колесов. Дмитрий теряет мяч, отбирает десятка и несется кольцу очки свои набирать. Но обиднейший промах для Эрлана, прошу прощения, Абдекадырова. Он уже 7 очков сегодня забил. Также три подбора на его счету имеются. Абдекады. Абдекады. Продолжение следует... 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 Он сказал, как его зовут, и я забыл Рамазан, я его называл Рамзан Забил свой трехочковый Ибрагимов И потеря отличается в 24 номер Я не понимаю, если честно, зачем просто доигрывают команды Вот, посмотрите на счет, 68-43 он И все, ну подбросим мяч в небо Нет, Балашов, три, отправляет 68-46 Все, всем спасибо, всем пока, поздравляем Хаски с победой Ай, Ваню Куселеву здоровья Субтитры сделал DimaTorzok